Всех приветствую, и сегодня я вам покажу, 6 хороших игр по Звездным Войнам в Роблоксе. Первая игра, Star Wars Battleground, это как по мне лучшая игра по Звездным Войнам в Роблоксе, так как это шутер в котором есть 11 классов подразделений солдат, а именно нападающий, тяжелый класс бойцов, медик, специалист, офицер, джедай повстанцев, инквизитор ситхов, Мандалор-Ц и спецвойска, снайпер, агент и экспериментальный класс. У всех имеются разные скины, оружие и способности, которые помогают в бою против врага. Очень хорошо проработаны локации боев, хорошие миссии, а также интерфейс. Для игры с друзьями это очень хороший выбор. Единственный, наверное, минус, это долгая прокачка и долгие битвы. Вторая игра, Star Wars Heroes of Horror. В отличии от Star Wars, Battlegrounds, Heroes of War, это РП, с огромным количеством персонажей, оружий, еды и транспорта, а также с наличием четырех больших карт с хорошей проработкой. Из-за чего, у нас появляется возможность создавать очень много ролевых ситуаций на любой вкус. Естественные минусы игры, но напиши, но есть решение бесплатный приватный сервер, так что если вы хотите устроить большой РП, то делайте приватный сервер и развлекайтесь. Третья игра, Death Star Tycoon. По названию этой игры понятно, что это тайкун. Вероятно, вы слышали про эту игру раньше, если вы фанат Звездных войн. Это хороший и достаточно долгий тайкун с большим количеством космических кораблей, оружия и улучшений для вашей Звезды Смерти. Большой минус этой игры в том, что здесь присутствует очень много донатных вещей, но все же если вы фанат Звездных войн и любите тайкун, эта игра вам понравится. Четвертая игра, Star Wars Galaxy Roller Play. Это тоже РП игра, но намного масштабнее и популярнее предыдущей. Здесь также присутствует огромное количество персонажей, но все они за донат. Зато тут можно сделать своего персонажа, который будет отличаться от других. Star Wars Galaxy Roller Play лучше Star Wars Heroes of War тем, что здесь намного больше карт, локаций и механик. Но мне кажется, что эта игра была создана только для заработка робуксов, так что если вы хотите хорошо паркшить с друзьями лучше зайти в Star Wars Heroes of War. Пятая игра. Cyber Showdown. Это лучшая ППП игра для тех, кто любит сражения на световых мечах. Этот режим отлично передает всю мощь сражений на световых мечах, каждый человек который является фанатом Звездных войн сможет стать его любимым ситхом или джедаем. Разработчик создал хороший комбой атаки световым мечом. В этой игре есть три минуса, тиммеры, трайхардеры и в начале непонятное управление. В эту игру я рекомендую поиграть всем. Шестая игра. Project Stardust. Этот режим был создан для фанатов космических боев, ведь в нем мы управляем огромными космическими кораблями с обширным арсеналом орудий. В этом режиме есть три распределения по уровню игрока. В игре есть древо развития кораблей, после развития которого нам будут доступны новые корабли. Управление в свою же очередь достаточно легкое. Игра не очень интересная в геймплее, но если в нее задротить вам она понравится. Спасибо за просмотр.